В день речника на территории музея ракеты было торжественно. Отметить свой профессиональный праздник сюда пришли те, кто отходил не одну навигацию и посвятил речному флоту всю свою жизнь. Начинал кочегаром на колесном пароходе, а на пенсию ушел с медным капитаном на метеоре. Работал с удовольствием. На метеорах бывает, что туман, шторма, ночью сломались, всякое приходилось, но работа нормальная, работа нравилась. Для жителей Сумкина день речника самый любимый праздник. Рабочий поселок речников возводился вместе с судоремонтным заводом. Когда-то флот здесь гремел на всю страну. На работу ехали отовсюду. Поэтому почти каждая семья здесь связана с флотом. Сложились и целые династии. В детстве с отцом на теплоходе, на отташниках и на рейдовом в дальнейшем. Ну и работаю уже в транспортно-судоходной компании. Тоже сходил до Салмана. Сегодня правильно было сказано. Здесь и те, кто трудится на предприятиях флота, и те, кто ушли на пенсию. У кого-то дедушки, бабушки, папы были флотскими. То есть эта традиция в поселке Сумкино живет. Здесь же и ковали кадры для флота. В 1969 году в Сумкино открыли профессиональное училище на 600 мест. Оно готовило судовых специалистов. От мотористов, рулевых до поваров. Отучившись, Валентина Николаева почти 30 лет трудилась на флоте. В то время она была единственной женщиной, освоившей чисто мужскую профессию. Первый помощник капитана. Я с четвертого класса мечтала о флоте. Чего я добилась? Поэтому как можно говорить что-то другое? Каждый праздник – это для меня. Я целый день хожу в параде, в разные. Поздравить речников с праздником приехали известные тобольские барды. Отличное настроение подарили местные артисты. Ансамбль «Серебряные нити». Звучали стихи Валерия Лепатова. Он избороздил все водные артерии региона, а на пенсии занялся творчеством. Когда настроение есть, тогда мне нравится о поселке писать, о людях писать. О флоте? О флоте, естественно. Ну, хороший праздник сегодня получил. О, прекрасный. Ну, мы старались, чтобы все хорошо отдохнули. Благодаря неравнодушным людям история выдающегося прошлого Сумкина и память о тех, кто внес весомый вклад в развитие региона, теперь хранится в музее «Ракете». Елена Макова, Рустам Рузеев, Тобольское время. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!